Кремень, довольно распространенный камень на нашей планете, может достигать очень больших размеров. И его можно узнать по темному цвету и вот таким острым граням. Потому что некоторые даже собирают камешки самостоятельно и впоследствии используют для очистки своей воды и насыщения кремнием. Говорят, что раньше даже колодцы выкладывали кремнием. В итоге вода получалась очень полезной и на вкус она была совсем другой. Еще один способ распознать кремень ли перед нами, нужно ударить камень о камень и в итоге мы должны получить искру. Именно благодаря такому свойству кремень используется в зажигалках. В наше время качество воды сами знаете какое, поэтому каждый думает о том, как бы сделать воду лучше, чище и полезнее. С этой целью я не так давно приобрела кремень и этот камень делает сразу несколько полезных преобразований с нашей водой. Во-первых, он абсорбирует вредные вещества в воде и тем самым делает воду чище. Во-вторых, полезнейшее свойство камня кремень – отдавать кремний в воду. И тем самым мы можем восполнять недостаток этого полезного и нужного микроэлемента в нашем организме. У меня есть подробное видео о том, что многие вещества просто не усваиваются в нашем организме, если у нас не хватает кремния. Кальций, калий, магний, а также около 70 других полезных нашему организму веществ, среди них минералы и витамины, попросту не усваиваются, если в организме недостаток кремния. Поэтому этот простой камешек может делать чудеса, отдавая свою силу воде, впоследствии употребляя которую мы можем восполнять недостаток множества микроэлементов и минералов. Я уже несколько месяцев использую кремний, но вот что мне стало особенно интересно. В инструкции к этому камешку, которую также можно найти в интернете, написано о том, что раз в неделю желательно его промывать. И в скобочках указано, если это не дистиллированная вода. То есть получается, что если у нас вода дистиллированная, то кремень не нуждается в такой частой чистке. У меня вода довольно чистая, у меня вода после осмоса, и те, кто знает, что такое осмос, понимают, что это вода практически лишенная различных примесей и также минералов. У меня не стоит шестой фильтр, который предназначен для минерализации, и на выходе вода получается практически дистиллированная. Тем не менее, спустя две недели я решила все же промыть камешки. И что же я обнаружила? Как видно в этой емкости, вода не вполне чистая. Довольно заметные хлопья. И все это было вокруг самих камешков. То есть, когда мой графин полностью наполнен водой, она представляет из себя довольно чистую прозрачную жидкость. Когда на дне осталось 3-4 см, я решила тщательно промыть эти камешки и в итоге увидела вот такая взвесь. Это даже не просто взвесь, это довольно крупные хлопья. Но получается, что даже из довольно чистой воды этот камень способен ненужные вещества собирать их на своей поверхности. Этот эффект похож на тот, который происходит с шунгитом. Шунгит я тоже как-то использовала, но со временем на шунгите у меня появились такие ржавые пятнышки. Меня это насторожило. Возможно, что это ничего страшного и также нуждаются они в такой вот обработке. Но тем не менее, я решила заменить этот камень на кремень. Так как, в отличие от шунгита, он насыщает воду еще и кремнием. После выхода моего прошлого видео о кремнии, которое было посвящено тому, что минеральные вещества, витамины не усваиваются в нашем организме, если у нас есть недостаток кремния. Некоторые стали задавать мне вопрос о том, где же я приобрела этот камень. Дело в том, что я живу не в России, и тем не менее, у нас есть узкие аптеки, и вот там в свободной продаже имеется камешек. У нас он стоил 4 евро и 60 центов, но я думаю, что в России эта цена гораздо ниже, и это наверняка не является дефицитом. Для того, чтобы использовать в полной мере полезные свойства кремния для нашей красоты, можно замораживать из него кубики льда. И используем замороженные кубики с кремнием для того, чтобы протирать кожу лица, шеи, любые другие участки тела. Кожа очень хорошо отзывается на такую процедуру. Это невероятно простая и в то же время эффективная процедура, очень быстро даст результат. И в подтверждение того, что наша кожа не сможет быть красивой без кремния, небольшая статья из интернет, в которой говорится о том, что проводился эксперимент, который подтвердил стимулирующий эффект кремния на синтез коллагена. Это означает, что вместо того, чтобы использовать дорогостоящие крема с коллагеном, необходимо употреблять кремний, который естественным образом будет стимулировать выработку коллагена, и кожа наша будет всегда красивой, эластичной, сияющей здоровьем и молодостью. Также в лекциях Неумывакина можно было услышать мысль о том, что здоровье нашей костной системы зависит в первую очередь от достаточного поступления кремния. И если раньше считалось, что недостаток кальция отражается на хрупкости наших костей, то сейчас этот миф развеян. Именно кремний делает кости крепкими. Также в инструкции к этому камешку я прочла о том, что периодически нужно промывать его в растворе уксусом. Одну столовую ложку 9% уксуса развести в литре воды, и также в этой воде тщательно прополоскать все наши камешки, поскольку, как видим, что он очень хорошо выбирает в себя все ненужные вещества из воды, и чем грязнее наша вода, тем быстрее будет загрязняться и наш камень. Поэтому, если у вас обычная водопроводная вода, вы не используете никакой фильтр, то, конечно, гораздо чаще нужно ополаскивать камешки, в том числе и с применением уксуса. И последняя информация об уходе за этим камешком. Периодически нужно высушивать эти камни на солнце. Просто вынуть из воды, промыть их тщательно, разложить на солнышке и дать полностью высохнуть. А вот что категорически нельзя делать с кремнием, так это кипятить воду, когда в ней находятся камни. Для того, чтобы извлечь всю полезную силу этих камешков, эту воду можно не только принимать внутрь, но также использовать наружно для умывания и для ополаскивания волос. Это также очень полезно для поддержания молодости и нашей красоты. То есть, видите, как интересно получается, даже если нам вода кажется абсолютно чистой, фильтрованной, в ней нет никаких примесей, то кремень все равно находит даже частички чего-то незначительного и собирает это на своей поверхности. И спустя неделю или две это становится очень хорошо заметно, особенно после того, как мы немного так взбутыхнем баночку или постараемся перемешать камешки. Поднимаются хлопья. Это и есть те примеси, которых мы считали нет в нашей воде. Показала я вам сегодня, насколько хорошо может собирать этот камешек различные примеси из воды на своей поверхности, за счет чего вода становится довольно мутной через некоторое время. Поэтому этот камень обязательно нуждается в чистке периодически. Хотя бы раз в две недели обязательно нужно хорошенько промывать эти камешки. И помним, что чем более у нас загрязнена вода, если это вода из-под крана, вода, которая не имеет никаких дополнительных фильтров очистки, то этот камень нужно будет гораздо чаще промывать. Возможно, даже с добавлением уксуса. Вода становится гораздо чище и, в свою очередь, обогащенная кремнием. А кремний – это наше здоровье, наша красота, красота нашей кожи, волос, ногтей. Поэтому не забываем, делаем такую простую настойку на кремнии. Начинаем каждое наше утро со стакана воды, обогащенной кремнием.